На полигоне Сарышаган в Карагандинской области завершились испытания зенитно-ракетного комплекса С-125, который прошел глубокую модернизацию на отечественном оборонном предприятии «Гранит». Казахстанские специалисты работали в партнерстве с белорусскими коллегами. Результаты боевых стрельб признаны успешными, комплекс уже передан военным и будет нести боевое дежурство на западных рубежах нашей страны. Подробности в репортаже нашего корреспондента Григория Беденко. Зенитно-ракетный комплекс С-125, более известный благодаря своему экспортному наименованию, Печора в свое время активно поставлялся Советским Союзом в зарубежные страны. Сегодня он стоит на вооружении в 25 государствах мира. Система относится к ПВО ближней зоны. В своем базовом варианте С-125 мог поражать воздушные цели на расстоянии до 12 километров, летящие со скоростью 1500 километров в час и на высотах от 100 метров до 5 километров. Зенитно-ракетный комплекс С-125 – это еще советский проект 60-х годов. Но технические решения, которые были заложены сюда, намного опережали свое время. И сегодня при определенной модернизации и техническом сопровождении комплекс вполне может конкурировать с более современными системами. Комплекс неоднократно проходил модернизацию, в том числе и в постсоветских странах – России, Украине и Беларуси. По состоянию на 2023 год на вооружении в Казахстане стоят 4 комплекса С-125. Один из них прошел глубокую модернизацию на казахстанском оборонном предприятии «Гранит» при содействии специалистов белорусской компании «Тетраэдер». Это уже совершенно новый комплекс, переведен на новую элементную базу, полностью новая электронная аппаратура, которая позволит десятки лет эксплуатировать его по предназначению. В общей сложности процесс модернизации комплекса занял два года. Он стал полностью цифровым. Это позволило значительно улучшить боевые возможности системы. Вся радиоэлектронная часть получила защиту от помех. Рабочие места боевого расчета оснащены многофункциональными мониторами. Сама кабина боевого управления смонтирована на шасси автомобиля «КамАЗ». Все заявленные характеристики, которые заводным изготовителям были определены, они подтвердили практически. Цели назначены, уничтожены. Работоспособность комплекса увеличилась, уменьшилось время реакции комплекса, уменьшилось время сворачивания данного комплекса. Финальной частью модернизации комплекса стали его испытания на полигоне Сарышаган. Систему проверяли во время стрельбы по воздушным мишеням и наземным целям. Результаты боевых стрельб военными признаны успешными. Следующим шагом станут войсковые испытания новых радиолокационных станций, которые разработаны в Казахстане. Название мы еще не придумали. Это дециметровые радары, которые тоже востребованы. Другой радар трехкоординатный, метровый диапазон, который тоже наши конструкторы, разработчики, предприятия разработали. И сегодня, думаю, до конца года передали войска на войсковые испытания. Что касается обновленной печоры, то ее уже передали войска ПВО. Комплекс будет нести боевое дежурство на западе Казахстана. Ввод в эксплуатацию модернизированной техники проводится в соответствии с программой Министерства обороны нашей страны.